Всегда дорога это место выяснения, кто первый. Всегда. Нигде больше такого места нет, понимаете? Ты не можешь это на работе, потому что от тебя наорёт начальник. Ты не можешь это в магазине, потому что только начнёшь кричать, тебя сразу повяжут. Не на базаре, понимаете? Ну, будешь кричать на базаре, ну что, вызовут полицию там. Но на дороге ты можешь. Я, когда еду в толпе, я думаю, сколько же руганий в каждой машине. Как же они все... Меня возит, вот сейчас возит водитель моего сына, он грузин. И всё время кто-то его там подрезали. Я думаю, в каждой машине свои. Кто-то показывает одно, кто-то другое, кто-то ругается, кто-то шипит. Нигде мы не услышим ласковых слов. Ой, миленький, езжай, пожалуйста, я тебе уступлю. Я вижу, что ты торопишься. Этого не будет. Дорога, место выяснений. Понимаете, как бы мы едем, у меня машинка такая, это называется, вот не у меня в смысле, а у Федина, она называется Qashqai. А рядом с нами джип, ну, как трамвай. И в джипе полуоткрытое окно, и он так вниз смотрит. А Георгий говорит, он водитель. Такой же, как я. То есть, что нечего ему гордиться, собственно говоря. Вот. То есть, люди покупают машину, как доказательство своей ценности, своего превосходства. На моих глазах тут один мой бедный родственник взял кредит и купил за полтора миллиона машину. Вот так-то. А денег нет. Ну, вот, собственно говоря, это ярмарка тщеславия.